С каждым днём становится всё холоднее, а значит зима близко, а значит близок первый гололёд и снежные накаты. Самое время повторить правила безопасного вождения. Зачем? Расскажет Регион-19. Здравствуйте! Сегодня в программе. Чем инспекторы ДПС занимаются во время рейдов? Почему полицейские бьют тревогу? Как стать ярче на дороге? И для чего нужна неделя безопасности? Об этом и не только расскажет Регион-19. Очередь. Очередь. Опять очередь. Трагедия за трагедией. В России поголовно бьются пассажирские автобусы и гибнут люди. Полицейские всей страны брошены на борьбу с этой бедой. Каждый день и каждую ночь госавтоинспекторы проверяют автобусы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Ежедневно и еженочно теперь будут проверять автобусы. Рейдовые мероприятия начались на трассе вблизи Пригорска. Останавливали все проезжающие пассажирские автобусы. Не только для проверки документов. Инспекторов интересовало всё. Наличие необходимой документации, режим труда и отдыха водителя, техническое состояние самого автобуса. Пока пассажиры мирно спали в салоне, инспекторы обследовали каждый сантиметр транспорта, чтобы убедиться, что водитель довезёт пассажиров в целости и сохранности. Страшные трагедии, которые произошли в центральной части нашей страны, сложно не брать во внимание. Столкновение автобусов в первый раз унесло 13 жизней. И спустя некоторое время произошла вторая авария, где погибли также 13 человек. Как показал первый рейд, водители больших автобусов не только соблюдают правила, но и заботятся о пассажирах, соблюдая режим труда и отдыха. Ведь именно от водителя, а точнее от его физического и морального состояния, зависит безопасность пассажиров. Ведь если водитель устал и уснёт за рулём, трагедии не миновать. Ежедневно и еженочно рейды будут продолжаться. Александр Луновой по кличке Шурик. Через два года закончит универ, женится, станет директором крупной фирмы, заведёт троих детей и шикарный особняк. Денис Иванов по кличке Рыжий. Через пять минут выедет на трассу, разгонится до 120 и погибнет в страшной автокатастрофе. Жизнь или скорость? Сделай правильный выбор. Рейды-рейды, но основная задача полицейских – это помогать обычным гражданам. Особенно ночью, особенно на дороге, особенно когда замерзают дети. Пока инспекторы занимались проверкой автобусов, рядом остановился автомобиль и включил аварийку. Водитель долго не мог завести свою иномарку. На помощь подоспели инспекторы ДПС Руслан Дёмкин, Алексей Рудских и госавтоинспектор Игорь Редькин. Опытными полицейскими было принято решение завести транспорт с толкача. Остановили грузовичок, прицепили трос и процесс пошел. Автомобиль с двумя маленькими замерзающими детьми благополучно поехал. Но на этом приключения семьи из Красноярска не закончились. Проехав несколько десятков метров – вторая поломка. На этот раз – колесо. Инспекторы долго думать не стали. Сели в патрульный автомобиль и поехали спасать. Долго мучились инспекторы с поломкой, но в итоге – починили. Довольная семья поехала домой, а инспекторы вновь встали на трассу, чтобы обеспечивать безопасность и помогать тем, кому нужна помощь. Работа у них такая. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. ДТП Есть еще одна беда. В последнее время чуть ли не каждый день происходит ДТП с пешеходами. В большей части виноваты сами пешеходы, потому что бегают где попало. Но есть и ДТП на зебре. Причем самое печальное, что на зебре под колеса попадают дети. 16 экипажей ДПС, полсотни полицейских и внештатные сотрудники вышли на пешеходные переходы вблизи школ города, чтобы еще раз объяснить детям, как безопасно переходить проезжую часть. Во время пересменки полицейские перевели через дорогу несколько сотен детей. Но не просто перевели, а объяснили, как безопасно переходить на другую сторону улицы. Сегодня мы проводим в городе Абакани акцию «Посмотри по сторонам», можно ее так кодово назвать, потому что мы предупреждаем пешеходов и детей и взрослых о том, как важно смотреть по сторонам во время перехода проезжей части. Мы работаем у пешеходных переходов и наблюдаем, как люди действительно не смотрят по сторонам. В лучшем случае посмотрели один раз, когда только ступили на проезжую часть. Мы предупреждаем детей, чтобы они смотрели по сторонам во время перехода проезжей части. Казалось бы, ничего сложного. Просто посмотреть по сторонам. Но именно это зачастую становится причиной аварии. Есть элементарные правила собственной безопасности. Нужно всего-навсего выучить три глагола. Остановись, осмотрись и убедись. Если горит зеленый сигнал светофора, это не означает, что можно бездумно переходить дорогу. Всегда необходимо остановиться перед зеброй. Осмотреться, нет ли приближающихся автомобилей и убедиться в собственной безопасности. Мы сегодня постояли здесь и понаблюдали. И мало человек, кто смотрит на дорогу. Они доверяют только водителям. А как ты считаешь, это неправильно? Мне вообще это неправильно. Потому что надо смотреть по дорогам, чтобы не задавили и соблюдать свою жизнь. Только силами полицейских ситуацию на дорогах не исправить. Большую роль играют родители. Именно мамы и папы должны каждый день говорить ребенку простые правила безопасности. Но некоторые не знают, как это сделать правильно. Как донести до школьника то, что он может пострадать по собственной неосторожности. Научить ребенка в первую очередь надо на собственном опыте. Во-первых, правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. И каждый день, и каждую минуту, когда вы переходите эту дорогу вместе с ребенком, показываете своим поведением, как нужно это правильно делать. То есть остановились, посмотрели, убедились, что весь транспорт остановился. И только в этом случае начинаем переходить дорогу. Только собственным положительным примером можно привить ребенку дорожную грамотность. И делать это нужно не раз в неделю, а каждый день. Ну, несмотря на то, что в текущем году количество дорожно-транспортных происшествий в республике Хакасия значительно уменьшилось, количество погибших и пострадавших в данных ДТБ также стало меньше. Однако государственную инспекцию не может настораживать тот факт, что за последнее время, за октябрь месяц, увеличилось количество ДТП с участием пешеходов и детей. Особенно очень много таких дорожно-транспортных происшествий произошло в городе Абакане. С начала октября 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 пешеходов пострадало и один, к сожалению, погиб. Я бы хотел обратиться ко всем участникам дорожного движения, прежде всего к пешеходам. Когда люди переходят дорогу, проезжую часть, нужно быть очень внимательными. Обязательно переходить проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и убедиться в том, что водители увидели вас и пропускают. Уважаемые водители, когда вы подъезжаете к пешеходному переходу, снижайте, пожалуйста, скорость. Потому что в любой момент на пешеходном переходе, на светофоре может появиться пешеход, либо ребенок. В соответствии с правами дорожного движения вы обязаны пропустить их, уступить им дорогу. Ну и хотелось бы обратиться, конечно, к родителям и к учителям. Не забывать ежедневно напоминать ребенку правила поведения на дороге. Затратить всего лишь несколько секунд, сказать о том, что нужно переходить по пешеходному переходу, не перебегать в неустановленном месте дорогу. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте взаимно вежливы и надеюсь, что мы избежим больших бед с нашими детками. Я соблюдаю правила дорожного движения, пропускаю пешеходов, всегда перевожу ребенка в специальном детском кресле. Я делаю все, чтобы дети были в безопасности. А вы что можете сделать для этого? Дети хотят, чтобы дорога была символом жизни. Дарите друг другу внимание и уважение на дорогах. Пусть дорога действительно станет символом жизни. И особенно берегите детей. Чтобы стать заметным на дороге, многого и не нужно просто прикрепить на одежду световозвращающие элементы. А как это сделать, причем весело, знают в Сорске, где провели масштабный флешмоб. Этот мир состоит из пешеходов, из машины, с шоферов, с шоферов и, конечно, из дорог. Повторяем дружно всем, что в целом, в этом мире жили дружно, не дружно. Но родители все дружно, не дружно, жить пора и в дружок. Танцуем все дружно, не дружно, не дружно, жить пора и в дружок. Танцуем все дружно, жить пора и в дружок. В настоящее время проблема безопасности дорожного движения приобрела важное значение. С каждым годом возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому Устина-Копьевская школа уделяет большое внимание изучению правил дорожного движения. В рамках Всероссийской недели безопасности отряг ЮИД «Крутой поворот» и сотрудники ГИБДД провели квест-игру по правилам дорожного движения. Еду я или шагаю, но правила дорожные все я соблюдаю. Целью игры стала систематизация знаний правил дорожного движения, формирование конкретных навыков и моделей поведения на улице и дороге. В ходе игры участники взаимодействовали друг с другом. Анализировали имеющуюся информацию. Использовали эрудицию. Проявляли смекалку. И демонстрировали свои таланты. А самое главное, получили море положительных впечатлений. На сегодня это все. Пишите нам в Facebook и ВКонтакте. Задавайте умные вопросы, получайте умные ответы. Читайте нас в Twitter и подписывайтесь на нас в Instagram. Соблюдайте правила дорожного движения и до встречи на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова